АПЛОДИСМЕНТЫ Это далекая восточная окраина московского государства. А дальше, еще дальше на восток, Уральские горы. По старинному камень. Камень – это рубеж. И географически, и исторически одновременно. За ним пространства пустынные, земли неведомые. За Уральским камнем Сибирь. В древности русских поселений в Сибири не было. Потому что преодолеть этот самый Уральский рубеж было трудно во всех смыслах. Даже психологически трудно. И вот, наконец, в эпоху Ивана Грозного появился сильный, крепкий и решительный человек. Легендарный Ермак Тимофеевич. Он преодолел этот Уральский рубеж. Проторил дорогу в Сибирь. Ермак сделал первый шаг. Всегда самый трудный и самый почетный. Там, за камнем, перед русским человеком, открылись такие просторы, которые по-настоящему мы не смогли освоить и обжить до сих пор. КСМЕКак КСМЕКак Надо сказать, что современники Ермака не в пример его потомкам не смогли вполне оценить его свершений. Ну, такое бывает сплошь и рядом. Через полстолетия и позднее ситуация изменилась. Ермаком стали интересоваться, стали собирать документы о сибирском взятии, разнообразные исторические сведения, расспрашивать знающих людей. Но чаще всего было уже поздно. А потому о Ермаке и его товарищах мы знаем очень и очень мало. Версий превеликое множество. Но доподлинно мы не знаем даже, где и когда родился наш герой. Разумеется, это не случайно. Все-таки это была эпоха Ивана Грозного. Эпоха трагическая. Великие события потрясали страну. Так что у летописцев было много работы. То, что происходило здесь, на восточной окраине огромного царства, летописцев мало интересовало. И московского царя это мало интересовало. Вот в чем дело. Иван Васильевич Грозный был самодержцем в полном смысле этого слова. Сам хотел строить свое царство. От начала и до конца. Все сам. Только он, помазанник Божий. Остальные... Остальные это так не поймешь, что за люди. И тем не менее, в 1558 году Иван Васильевич выдал жалованную грамоту промышленникам и землевладельцам Строгановым на огромные земли в Перми Великой. Причем в последующие годы строгановские владения только увеличивались. А права, колоссальные права оставались в неприкосновенности. Строгановы сами управляли этой территорией. Сами судили, сами вели хозяйство. И сами населяли эти земли людьми. Но за что им, Строгановым, такая честь и такие привилегии? Все очень просто. Земли Паками это глухомань. Иное дело Казань или Великий Новгород. Это важно. Клочок земли на западе, Ливония, за которую Грозный будет воевать больше 20 лет, это очень важно. А Пермь Великая, это не важно. Вот пусть Строгановы здесь и управляются сами на свой страх и риск. Пусть строят вот такие деревянные городки с башнями и острогом. Защищают свои владения, а заодно и восточные границы государства от лихих соседей. Что ж, Строгановы были людьми энергичными и даровитыми. Они были деятелями, а не дельцами. Умели строить и умели защищать построенное. Для защиты своих камских владений пригласили профессионалов. Волжских казаков с атаманом Ермаком во главе. Казаки добрались сюда, на Каму, летом 1582 года. Прибыли они вовремя. Как раз к нападению неприятеля на Чусовские городки. Это был очередной набег сибирских татар, воинов хана Кучума. Подробности этого вполне рядового столкновения мы не знаем. Но наверняка нападавшие едва унесли ноги. Строгановым, прямо скажем, было что защищать. Уникальное по размаху хозяйство позволяло планомерно осваивать Пермский край. Особенно славились строгановские соляные промыслы. Вот в таких огромных варницах проводилась выворка соли. Вот здесь, внизу, находится так называемый трен. Гигантская железная сковорода, на которую наливали рассол. А рядом, на берегу Камы, стоят соляные амбары, склады. В них готовая соль хранилась до отправки. Как видите, масштабы строгановского хозяйства позволяли им организовать и снабдить всем необходимым поход казаков Ермака через Уральские горы в Сибирь. Ружья, пушки, свинец, порох, а также достаточное количество продовольствия, в первую очередь муки. Без этих запасов нечего было и думать отправляться в этот далекий опасный путь. К тому же, Максим Строганов отправил с Ермаком своих опытных людей, хорошо знавших местные условия. Это нисколько не умаляет подвига первопроходцев. Но и Строганова, без сомнения, заслуживают нашей благодарной памяти. И даром сам Ермак называл их честными людьми. Вон там, на острове, посреди реки Чусовой, располагался укрепленный верхнечусовской городок Строгановых. Место памятное, хотя теперь и пустынное. Именно отсюда отряд Ермака отправился в свой знаменитый сибирский поход. Казацкие струги отплыли от городка 1 сентября 1582 года. С этого момента участники похода, это примерно 540 человек, могли рассчитывать только на свои силы. Городок на острове был последним русским пограничным укреплением. Последним восточным форпостом. Маршрут сибирского похода проходил здесь, по реке Чусовой. Эта река течет по западному склону Уральских горы, впадает в Каму. По Чусовой и ее притокам, если двигаться вверх по течению, можно было подобраться к самым перевалам. Затем волоком перетащить струги в другую водную систему. И далее уже сплавляться по рекам, текущим на восток, в Сибирь. Начало пути было особенно трудным. Нужно было грести против течения, преодолевать пороги, стремнины, прижимавшие струги к скалистым берегам. Нужно было лавировать среди камней целых каменных гряд. Такое было по силам очень опытным и сильным гребцам. Наверное, с этой задачей могли справиться только волжские казаки. Ну, вообще, казаки. Река – это их стихия. От умения быстро и ловко действовать веслом очень часто зависела их жизнь. Они привыкли воевать и передвигаться на большие расстояния именно на стругах. Эти своеобразные суда – нечто среднее между шлюпкой и старинным военным кораблем. Каждый струг мог поднять до 20 человек с оружием и запасом. Причем гребцы были защищены высокими бортами. Но струга был задран еще выше, гораздо выше бортов. За ним капитанский мостик на корме, сиденье кормчево, тоже тщательно защищенное. Все учтено, все продумано до мелочей, но нет ничего лишнего. Казаки сами строили свои струги и делали это прямо-таки мастерски и очень быстро. Будущая команда на строительство своего струга тратила не более двух недель. Итак, Ермак командовал не просто отрядом, а судовой ратью. Других способов проникнуть в Сибирь в то время не существовало. Реки были единственными дорогами. Но у этого замечательного плана был все же один существенный недостаток. Судовая рать не могла действовать в зимнее время. Ермак должен был торопиться. В его распоряжении было только два месяца. В ноябре, как обычно, сибирские и уральские реки сковал лед. Когда встала Чусовая, Строгановы и обитатели пермских городков поняли, что Ермак не вернется. Едва ли они тогда знали что-либо о судьбе участников похода. И в этот момент Строгановы получили из Москвы знаменитую опальную грамоту царя. Можно себе представить, с каким чувством, с каким ужасом читали организаторы сибирского похода гневные послания Ивана Грозного. Царь обвинял Строгановых в том, что они призвали на службу разбойников, воровских казаков, совершивших на Волге немало преступлений. Царь под страхом большой опалы приказывал вернуть Ермака его товарищей. Всех вернуть. Поход в Сибирь отменить, а казаков использовать для оберегания пермских мест. Но при всем своем желании Григорий Строганов уже не мог сделать это. У Ермака не было обратного пути, а значит и царю. Даже царю не дано было отменить покорение Сибири. Чем ближе к верховьям пробирались казацкие струги, тем труднее давался каждый километр пути. В течение становилось все быстрее, русло уже, началось мелководье. Временами струги приходилось тащить бичевой. Здесь, на реке Серебрянки, это правый приток Чусовой, Ермак остановил свою судовую рать и велел готовиться к Волоку. Для казаков это дело было как будто привычное. Им приходилось перетаскивать струги на многие километры, например, из Волги в Дон. Так ведь там равнина, степь, а здесь горы. Конечно, не очень высокие, конечно, здесь есть пологие седловины. Это не Кавказ, но не будем забывать, что горы для русского человека были тогда в диковинку. К тому же кругом густой лес, вебри непроходимые. О том, чтобы, как обычно, перетаскивать струги волоком, поставив на деревянные катки, нечего было и думать. Струги пришлось не волочить, а переносить. Переносить на руках. А перед этим прорубить через Тагильские перевалы просеку. И все-таки перетащить несколько больших стругов было выше человеческих сил. Их пришлось бросить на серебрянки. Но запасы будут перенесены все полностью. На речке Журавли к флотилию стругов снова спустят на воду. Построят несколько плотов вместо брошенных стругов. И начнут сплавляться вниз, уже по восточному склону Уральского камня. Вспоминая всю эту эпопею, ее тяготы, мы, конечно, иными глазами смотрим на эти места. А ведь мы еще не говорили об осеннем ненастье, дожде, заморозках. Разумеется, и сегодня есть любители суровой туристской романтики. Только это нечто совсем иное. Это игра, экзотика. А у Ермака и его спутников это была жизнь. У них все было по-настоящему. И недаром о Ермаке народ будет петь песни. Он станет любимым фольклорным персонажем. А значит, народным героем. И нас не должно смущать сомнительное, так сказать, воровское прошлое атамана и других участников похода. Казаки в 16-м столетии – это род бездомных, гулящих, шатающихся людей. Не хотят они служить государю и государству. И они бегут, бегут в поисках воли на Волгу, на Дон. Вот это бегство. Очень характерная наша черта. Такая, знаете ли, чисто русская. К нашей теме она имеет самое прямое отношение. Наше пространство освоено в основном беглецами. Нам проще уйти за 3-9 земель, чем договориться с самодуром-начальником или с бестолковым соседом. Так возникло русское казачество. А дальше все уже зависит от простого случая. Попадется на пути казака, но тот же Строганов. И он станет Ермаком, будет осваивать Сибирь. А в другом случае он станет Стенькой Разиным. Будет громить Астрахань, плавать по Волге. С Книжной или без – это уже не важно. Очень многое в традиционной русской культуре связано с психологией таких людей, которые в любую минуту готовы бросить все и бежать. Не обязательно в разбойнике. Очень часто русский человек отправлялся на поиски правды. И обратите внимание, как поиск правды связан с перемещением в пространстве. До самого конца 19-го столетия русские люди отправлялись на поиск реального места, исполненного благодати, справедливости и правды. Называлось это место Опоньским царством. И находилось оно, согласно очень распространенному сочинению, рукописному путешественнику в далеком Беловодье. Так вот, об этом вельми прекрасном Беловодье мечтало все русское крестьянство. Из того же ряда паломничества к озеру Светлояр и легенда о невидимом граде Китеже, населенном праведниками. Если все это отбросить, и народные верования, и особенности народного сознания, история сибирского похода потеряет главное. Она утратит смысл. Разумеется, у этого похода были и вполне прагматичные цели. Ермак отправился за сибирскими мехами. Но не только за этим, и не только ради этого, вот в чем дело. Иначе бы Россия не приросла Сибирью. Этот обрыв, нависший над рекой, называется Чувашским мысом. Под обрывом течет Иртыш, рядом в него впадает река Табол. Садовая рать Ермака добралась сюда, к Чувашскому мысу на Иртыше, к концу октября, меньше чем за два месяца. Тут казаки подступили к самому сердцу Сибири. А точнее, так называемого Сибирского ханства, к его столице, городу Искеру. В русских летописях Искер чаще всего называют кашлыком. До нашего времени от кашлыка ровным счетом ничего не сохранилось. Рядом с древней столицей Сибири возникнет и будет расти русский город Тобольск. Но это будет потом. А сначала здесь, у Чувашского мыса, 23 октября, все того же, 82-го года, произойдет главное решающее событие сибирского похода. Сражение с войском сибирского хана Кучума. Это как раз то, что изобразил Суриков на своей знаменитой картине «Покорение Сибири Ермаком». Отсюда, с горы, где расположился со своей свитой хан Кучум, увидеть детали боя было невозможно. Над рекой поднимались клубы порохового дыма. Впрочем, детали были уже неважны. В войске сибирского хана началась паника. Очевидно, первыми покинули это место вассалы Кучума, остяцкие и вагульские князьки, то есть ханты и манси. Потом побежали все остальные, в том числе и сам Кучум. Теперь путь в столицу сибирского ханства был свободен. Бесконечные болота, леса и могучие реки Иртыш, Обь, Тобол. Вот что такое сибирское ханство времен Ермака. Не нужно думать, что он и полтысячи отчаянных храбрецов покорили мощное цветущее государство. Государства как раз практически не было. Когда-то потомок Чингисхана, хан Кучум, вместе со своими сородичами и соплеменниками подчинили немногочисленные местные сибирские народы. Те стали платить им дань. Вот и все государство. Татары не смогли освоить сибирские пространства. Полукучевое население осталось немногочисленным. Связь только по рекам. Ну, какое это государство? В сущности, Ермак мог бы поступить так. Перезимовать, а потом, прихватив из кашлыка ханскую казну, драгоценные сибирские меха, возвратиться в Россию. Но тогда это был бы действительно обычный казацкий набег. Ну что ж, казакам ведь не привыкать. Они хаживали и в Персию, и в Крым, воевали с турками, а потом с добычей возвращались обратно. Атаман Ермак Тимофеевич возвращаться из Сибири не торопился. У него здесь найдется много дел. Его казаки будут осваивать новые земли. И самое удивительное, что они станут строить здесь русское государство. Они будут плавать по Иртышу до самой Аби и приводить аборигенов-язычников по их вере к присяге московскому царю. А еще они наладят сбор так называемого ясака по нашему налога. Значительную часть собранных таким образом сибирских мехов Ермак отправит в Москву царю Ивану Васильевичу вместе с донесением о сибирском взятии. Только тогда государь всея Руси узнает об упавшей с неба Сибири. Это выражение историка Карамзина, по-моему, очень точное. В нем заключен большой смысл. В самом деле, освоение русского пространства было не только государственным, но прежде всего народным делом. Это касается и Сибири, и Русского Севера, и наших южных степей. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «История, распятая в пространстве».